Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале, на котором каждый день публикуется огромное количество видео по танкам. Как только в игре что-то происходит, вы можете сразу на это смотреть обзор у меня на канале. Для того, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте на колокольчик, ну а еще буду благодарен за ваш лайкос под данным видео. Стараюсь, действительно специально для вас. И буквально пару минут назад я обновил свой игровой клиент. Ну и понятное дело, что все обновления, которые обещали, состоялись. Появились полностью прокачанные экипажи на все машины, на многих тачках у меня прокачанных экипажей не было. ВЗ-55, прошу прощения, обзавелся вот этим вот теперь уже новым орудием с барабаном на два снаряда. И многие другие машины также получили свои какие-то ребалансы. Кого-то немножко понерфили, кого-то немножко апнули, ну а кого-то сделали вид, что поменяли, но в то же время с ними ничего не произошло. Но самое интересное, то что в нашей игре появилась новая ветка средних танков в дереве Франции. Раньше этой веточки не было, раньше ветка была исключительно ПТшная, ТТ и легкие танки. И вот наконец-то средние танки сюда тоже добавили. Что я лично считаю абсолютно логичным. Всю вот эту вот веточку я сегодня вечером планирую тестить на прямой трансляции, на которую всех и приглашаю. Будем играть на машинах в базовом их состоянии, для того чтобы понимать с чего придется начинать. Ну и понятное дело будем выводить их в топовое состояние, для того чтобы понимать насколько сложно будет в топовом состоянии машины добраться до следующего уровня. Ну и в принципе, что в целом каждая из этих машин будет вам приносить. Так или иначе стоит отметить, что все эти машины обладатели барабанов. Это действительно очень приятно и в чем-то есть отголосок в отношении барабанов легких танков, но играется все-таки немножко по-другому. Ну и понятное дело, венцом всего этого является Проджет Мурат, которого я долго тестировал до введения машины в игре. И теперь хочу поделиться с вами своим мнением. Первое, что мне понравилось, это внешний вид. Внешний вид действительно нестандартный. Четыре гусеницы, чем-то напоминает мне фазу 1, но в то же время там гусеницы разделены пропорционально. 50 на 50, здесь передние гусенички поменьше, задние побольше и что-то в этом все-таки есть. В отношении бронирования, брони здесь практически нет. Это средний танк, плохо забронированный. И вот эта вот часть, это в принципе такой себе приемник снарядов от ваших соперников. С другой стороны, у вас есть довольно неплохая башня, которая имеет плюс-минус неплохую броню. При этом всем нет ком-башни. Да и угол склонения орудия позволяет довольно грамотно отыгрывать от этой башенки где-то за неровностями. А верхний бронелист имеет довольно неплохую, как видите, приведенную броню. В отношении орудия. Орудие здесь интересное, но в то же время для многих может показаться довольно-таки дискомфортным. По углу склонения орудия, как я говорил, здесь целых минус 9. Именно поэтому от башни порой отыгрывать действительно классно. Разовый урон 370 единиц за один выстрел. И вы имеете два снаряда со временем перезарядки между собой, грубо говоря, в 2,5 секунды. И, честно говоря, гораздо приятнее игралось бы, если бы здесь было хотя бы 2 секунды временем перезарядки, нежели 2,5. Довольно часто не хватает какой-то доли секунды для того, чтобы второй снаряд отправить в своего соперника. Особенно, если вы играете на линии легких и средних танков. Ну и, соответственно, какой-то легкий танк пытается от вас свилять. В то же время стоит отметить, что есть хороший уровень по пробитию. 264 миллиметра, что позволяет действительно качественно бороться даже с тяжелыми танками. Ну а в отношении показателей по времени, сведению и по разбросу, орудие действительно обладает хорошей точностью. Менее 3 секунд время сведения и при этом всем разброс в 0.335. Все, в принципе, классно. И ДПМ, в принципе, неплохой. 2600 единиц. И если играть аккуратно, не лезть на передовую и не отхватывать лишний раз по морде, то в целом реализовать его вполне возможно. То, что мне не понравилось в данном орудии, так это, в первую очередь, время перезарядки магазина. К нему придется очень долго привыкать и далеко не каждый танкист сможет это сделать. 14,5 секунд по времени перезарядки барабана в целом. И, повторюсь еще раз, 2,5 секунды время перезарядки снарядов между собой. Другими особенностями данное орудие не обладает, что меня не сильно порадовало. Так то, что голдовыми снарядами здесь поставили кумулятивные снаряды, хотя я бы сюда поставил все-таки подкалиберные. Мне кажется, что от них толку было бы немножечко побольше. Я не решился одевать на данную машину какой-либо внешний вид. Дело в том, что легендарным внешним видом на данный момент машина не обладает. Ну а чтобы я на нее не примерял, мне это все равно все не подходило. Поэтому хочу оставить ее вот в таком вот сине-зеленом, чисто французском цвете. Ну и в этом внешнем виде взять машину и поехать вместе с вами в первую попавшуюся катку, для того, чтобы посмотреть, на что Мурат реально способен. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать тестировать. Как обычно, начинаем с подвижности. Это обычный средний танк, не вызывает вообще никаких нареканий в отношении ни маневренности, как вы видите, ни скорости набора своей максималки, ни в целом максимальной скорости передвижения по карте. Это первое, что хочется сказать в отношении данной машины. Что могу сказать в отношении приколов, которые мне действительно понравились в этой тачке, так это то, что когда вы делаете вот так вот своим орудием, то часть вашей башни, она тоже, как видите, сверху поднимается, опускается. Это добавляет какого-то интереса в игре. Не знаю почему, но мне лично эта фишка очень даже зашла. В отношении орудия все очень классно. Время по сведению довольно приятное. В отношении точности нареканий особых нет. В отношении угла склонения орудия тоже, я бы сказал, все довольно-таки приятно. Против нас сейчас играет Проджет Мурат, который явно пробивал меня голдовым снарядом. Я же пытался выцеливать его базовым для того, чтобы показать вам крепость брони спереди в самой башне. Теперь ничего другого мне не остается, как попытаться свилять отсюда, потому что самостоятельно двух этих товарищей я явно не выдержу. Но и попытаться заручиться поддержкой своих союзников, один из которых он благополучно заныкался сверху на горе и думает, что у него из этого что-то получится толковое. Ладно, перекатываемся на другое направление. Здесь нам делать нечего. Скорее всего нашего FVM 4202 мы либо потеряли, либо он плюс-минус хоть как-то поддержит соперников и даст нам возможность за это время поразбираться с нашими соперниками на этом фланге. Скорости передвижения машины более чем достаточно для того, чтобы можно было вовремя перекатиться на какое-то другое направление и попытаться быть полезным там. Броней машина не обладает, как я говорил. В дыню будете получать каждый раз, как что-то будет в вашу сторону отправляться. Ну и соответственно необходимо быть к этому готовым. В целом машина одно сплошное противоречие. С одной стороны вроде бы два снаряда это правильно, потому что одногради его тремя снарядами это уже будет совсем другой тип игры. Ну и соответственно необходимо было добавить какую-то изюминку. А с другой стороны этого третьего снаряда его просто постоянно не хватает. Он действительно тут нужен, ну и либо хотя бы необходимо хоть какая-то броня для того, чтобы можно было спокойно пережить время перезарядки. И в целом играя на данной машине ты только и думаешь о том, как бы сделать так, чтобы за время пока ты перезаряжаешься ты не попал никому в прицел и не получил где-нибудь тычечку на какие-нибудь полтысячи. А самого хп у машины я бы сказал очень мало. Поэтому говорить о том, что данная тачка является одним из лучших выборов для прокачки в первую очередь, я бы не осмелился однозначно. Я вполне удачно играю на таких машинах, как Проджетто 65. Мне очень даже нравится играть на ТВП 50-51, хотя вроде бы его понерфили и он превратился в непонятно что. Но давайте посмотрим на результаты других Муратов, которые были с нами в бою. У одного Мурата 1641 и сделанные два фрага. Играл явно аккуратно. У второго один фраг 1814. В нашей команде 225 единиц успел сделать один выстрел. Ну и соответственно мои результаты 432 и один уничтоженный соперник. Не могу сказать, что одной катки достаточно для того, чтобы понять машину в полном объеме. Поэтому предлагаю заехать еще в один бой и посмотреть, может в этом бою у меня получится сделать что-нибудь более толковое. Скажу откровенно, после предыдущего боя лететь куда-то на передовую желания нет вообще никакого. Появляется дикое желание занять какой-нибудь кустик за каким-нибудь укрытием, за которым можно хоть как-то спрятать передний бронелист, пытаться не расторговывать свои башни, которые голдой пробиваются абсолютно спокойно и надеяться на то, что меня никто не заметит, а я при этом смогу реализовывать свой барабан с перезарядкой в 2,5 секунды. Да не тут-то было. Все равно приезжаешь туда, где есть соперники, на небольшом от тебя расстоянии, все равно где-то там в кустах стоит ПТ, которая пугает тебя своим теоретическим присутствием там. Ну а ты при этом можешь вот так вот выехать, сделать 2000 и надеяться на то, что на этом твоя игра не закончится. Хотя, для себя я понимаю, что Леопард, который остался с 76 единицами по ХП, явно смертник, надолго его не хватит, поэтому я выхожу принимать урон на себя, получаю 334, закидываю еще 361, ну и соответственно, скорее всего, прощаемся с Леопардом. Не знаю, может у него хватит таланта, хватит сноровки на то, чтобы не отчалить, но, увы, ничего с этого не получается. Все, что я могу, это попытаться сейчас добрать вот этого вот товарища, расторговав своим ХП, ну и ожидать Леопарда, который с удовольствием сейчас приедет и за оставшиеся 8 секунд моей перезарядки будет раздавать мне лещей, почем зря, а я буду только надеяться, что мне хватит времени на то, чтобы сделать хотя бы один выстрел по нему, для того, чтобы накинуть дополнительного урона. Нет, успеваю сделать даже два, но на этом, ребят, бой для меня в очередной раз заканчивается. Не знаю, может я как-то неправильно использую Мурата, может быть вы напишите какую-то конструктивную критику в комментариях, только пожалуйста, давайте без нецензурной лексики, я не против конструктивной критики, но желательно, чтобы вы не использовали матерных слов, а так в целом я готов читать любые комментарии и на многие из них даже отвечаю. В общем, от себя скажу следующее, для тех, кто умеет играть на барабанных танках, для тех, кому заходит игра на легких танках Франции, возможно, ветка Мурата и понравится. Возможно, вам понравится играть на этих двухзарядных барабанах, возможно, вам понравится играть на этих абсолютно незабронированных средних танках, которые абсолютно не могут постоять самостоятельно за себя. При этом всем, если играть действительно осторожно, играть от команды и при этом всем ваша команда действительно будет играть грамотно и будет вас нормально поддерживать, то вы можете смело рассчитывать на то, что будете находиться в тройке лидеров по количеству нанесенного урона, как в победных, так и в проигрышных боях. Но то, что этот танк уж точно не предназначен для, как я уже сказал, холериков, которые несутся на передовую для того, чтобы там кому-нибудь хорошенько по мордасам надавать, ну это уж точно. Не берите себе данную ветку в прокачку, если вы не готовы к спокойным геймплею где-нибудь от кустов, ну и, соответственно, если вы не умеете реализовывать барабаны на слабо забронированных машинах. Это было абсолютно честное мнение в отношении венца новой французской ветки. Я, безусловно, эту ветку у себя открою на основном аккаунте, просто потому что моя задача открыть вообще все танки, которые есть в этой игре, то бишь пройти игру полностью. Ну а так, в целом, сомневаюсь, что на Мурате я буду играть лично настолько часто, как играю на других машинах, таких, как я уже говорил, ТВП, Т-50-51, ну или, допустим, та же самая Проджета 65-я. Данные две ветки, а точнее, данные две десятки мне нравятся гораздо больше, нежели новый Проджет Мурат. Да простят меня разработчики за мое честное мнение, да не лишат они меня пресс-аккаунта, но я всегда говорил, говорю и буду говорить. Я буду рассказывать о танках исключительно правду, такой, как я ее вижу, ничего от вас не скрываем. Если вам это подходит, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok